привет друзья я хочу вам почитать мою новую книгу деньги просто в 3 часа ночи спонтанно не спится давайте почитаю может быть кто-то про поспит под мой бубнеж кто не может уснуть я попробую встать максимально чтобы заснуть не получается так для чего богу деньги переизданная книга она еще не вышла в свет еще вы все кто ее купил еще и не получили потому что она проходит редактуру приходится немного дописывать переписывать но что есть давайте первые семь глав они уже готовы там осталось чуть-чуть предисловие дорогие друзья перед вами краткая супер лаконичная но настолько глубокая как целый космос уникальное руководство для познания себя в котором я раскрою для вас очень важную тему денег возможно вы уже знакомы с моими другими книгами по работе с мышлением если бы нет это точно был бы счастлив или по работе со страхами или пагубными привычками курить нельзя бросить или разбирали со мной вопросы здоровья откуда берутся наши болезни другие неприятные ситуации по книге излечить нельзя игнорировать тогда эта книга будет для вас очень легкой и понятной и результаты которые вы желаете получить будут незамедлительные но если вы еще не знакомы с моими трудами возможно придется перечитать ее не один раз поэтому здесь прервусь и скажу ребят прочтите хоть какую-нибудь книжку чтобы это потом было понятно чтобы внизнуть одновременно в очень простую на первый взгляд и одновременно сложную информацию для обычного понимания и привычного мировоззрения хоть я и пытаюсь писать очень просто сложном но не сразу наши привычные шаблоны мышления дают уловить гениальную простоту мы привыкли с вами все усложнять как минимум всегда есть еще такое выражение все гениальное просто а все простое гениально и чем проще суть тем сложнее ее нам понять парадокс не правда ли если возникнут сложности с пониманием просто дайте себе время переосмыслить и обязательно прочтите книгу снова а то я знаю некоторых психует сразу я уверена в том что вы обязательно получите деньги если поймете суть книги я тут просто свои первые вставляю поэтому многих слов в книге нету так продолжим а может быть даже вы читали первое издание книгу книги для чего богу деньги где я очень кратко тезисно дала инструкцию на нескольких листах чтобы понять зерно формирования денежной массы как мыслить как смотреть на мир чтобы видеть эти денежные ресурсы своей реальности и вы не представляете сколько много отзывов я получила по этой краткой инструкции я не помню точно сколько там страничек но как минимум книжка страниц 5 все остальное там есть отзывы только ну и предложение какие-то типа давайте подпишитесь или еще что-то но сама книжечка очень коротенько чтобы вы понимали эта книжечка страниц 80 не знаю сколько будет в итоге после редактуры плюс-минус ваши слова благодарности ваши слова благодарности обратная связь очень меня быть мотивирует сдохнула мотивирует меня писать для вас еще больше поэтому в этой книге я раскрою для вас тему денег еще глубже добавлю для вас главы с раскрытием темы конечно же о долгах вы же постоянно меня об этом спрашиваете откуда они возникают как их решать я думаю это самую актуальная тема на сегодняшний день как никогда согласна даже если у вас нет долгов банковских например у вас по-любому есть долги себе долги людям долг там не за перед отечеством все равно какие-то долги есть и нам надо обязательно их с вами рассмотреть это я сейчас от себя говорю книжку читаю перед тем как мы с вами поговорим о деньгах вдохновитесь что пишут мои читатели на моем канале телеграм я уже там собрала достаточно много отзывов представляете как работает книга я сама же не ожидала такой реакции все отзывы практически о том что после прочтения книги приходят деньги или исполняется какое-то желание на которое нужно было иметь и вот такую какую-то сумму денег которые вы хотели или гасятся кредиты даже исчезают долги отзывы разные многие приписывают книги магические сказочные свойства но уверяя это не магия это работа нашего мозга он как создает сам проблемы так и может справляться с ними и книга раскрывает как раз то как работает наш мозг формируя нашу изобильную реальность изобильную в благах или изобильную недостатками и только нам уже решать какую реальность нам выбирать какую наблюдать все только в наших руках ну или в наших мозгах и мы с этим действительно можем разобраться с вами вот почитайте некоторые из отзывов авторский стиль буду сохранять некоторые отзывы безымен у меня сохранились только скрыны без имени концепт не концепт в конце книги я вам приложу эти скрины. А для издательства, наверное, скринов не будет. А вот PDF-файл я вам сделаю. Привет! Книгу «Зачем богу деньги» читала очередной раз, сидя в очереди в банке на оплату просроченного платежа по кредиту. Пока подошла электронная очередь, я ее всю и прочитала. И чудо чудное. Оказывается, у меня последний платеж. Я в шоке. Думаю, что это ошибка. Мне еще же платить до Нового года. Но в квитанции, которую выдали в кассе на руки, тоже написано, что кредит погашен. Радости, конечно, не было границ. Я свободна. Не понимаю, как это произошло. Я так благодарна Нелле за ее творение. Этот отзыв был от Елены Симонян. Елена, узнаешь себя? Вспоминай. Или ты уже забыла? Книга «Зачем богу деньги» взрывает мозг своими открытиями. Оказывается, деньги — это не то, что мы привыкли думать. Читается очень легко. Можно перечитывать хоть каждый день. Каждый раз перечитываю, и всегда приходят какие-то ресурсы. У меня, конечно, не сразу, но я знаю точно, что это будет. Начинаю жить по-другому. Миронов Дмитрий. Дима, привет. Смотрю отзывы о книге про деньги. Прочитала книгу, и пришли сразу деньги. Это еще что? Я вот прочитала только отзывы, и осознала кое-что важное про деньги. Сижу в шоке. Галина Усенко. Галина, привет. Здравствуй, дорогая Нелли. Хочу написать отзыв о книге «Зачем Богу деньги». Буквально один раз прослушала книгу, и в этот же день подарили красивую куртку. В магазине скидку получила больше 600 рублей. А на следующий день, так и вообще, я учусь на двухгодичном курсе дизайнер интерьера, и мне достался курс 3D-визуализатор всего за полторы тысячи рублей, который стоит на минуточку 190 тысяч рублей. Я в шоке. Это только начало. Спасибо, дорогая Нелли. Отзыв от Инессы Расули. Инесса, привет. Я оплатила за книгу только что «Зачем Богу деньги» и прочитала только отзывы про ваши 5000 рублей. И сейчас мне 5000 прислали. Конечно, скажете, ну, 8 марта уже сегодня. Но нет, мне никогда на 8 марта 5000 не присылали. Это фантастика, я считаю. Даже читать не начинала, только отзывы. Видите, как вдохновилась. Этот отзыв был от Ольги. Фамилию я, к сожалению, не знаю. Мне очень понравилось упражнение. У меня есть. Уже второй месяц, когда время ничего не делания наступает, я начинаю перечислять, что у меня есть прямо сейчас, за что я благодарна прямо сейчас. И да, это очень круто. Тревожное состояние растворяет моментально. Благодарю, Нелли, за твой лай в хаке. И вчера я заново прочитала книгу «Для чего Богу деньги». Сегодня прилетело 6000 рублей. Елена Приземная. Я не знаю, как правильно фамилия читается. Елена, мы уже с тобой 5 лет коммуницируем. Я не знаю, правильно назвала или нет. В общем, тебе привет. Нелечка, большое спасибо за ваш труд. Вот я каждый раз, как прослушаю вашу книгу «Для чего Богу деньги», и через пару дней деньги появляются. Сам факт в том, что мне сам процесс нравится. Как деньги из ниоткуда появляются. Благодарю. Это так круто. Надежда Милитана. Надежда, привет. Я всем приветы передаю. Надеюсь, всем, кому я сейчас передам приветы, у вас прилетит денежка. Я прям буду наблюдать. Здравствуйте, Нелли. Слушала ваш эфир. Где вы читали книгу «Зачем Богу деньги»? Пошла создавать перемены, разобрала старые вещи и навела красоту в части дома. На следующий день муж дал 5000 рублей. Видите, опять тысячи рублей. Чтобы купила себе что-нибудь. Получается, у меня дома перемены лежат в каждом углу, и я могу их создавать сколько угодно. Спасибо за знания. Марина Николаева. Мариночка, привет. Надеюсь, у тебя дома уборка каждый раз с полным ходом и денежки идут. Нелли, читай твою книгу, что всем денежка приходит. И автоматом думаю, ну где же моя денежка? Дня три назад к нам во двор залетела соседская курица. Вот с этого отзыва я очень смеялась. Никто за ней не пришел. Никто же не искал. Породистая, красивая курица. Стоит у нас такая порядком 50 долларов. Сегодня у меня в 4 часа ночи накрывает смехом. Курица и есть мой приход. Никогда не держала кур. А эту прям захотелось оставить. Кому как приходит. Кому деньгами, кому машиной, кому подарком. А мне вот курицей. И мне еще дочка говорит. Ты же любишь домашние яйца. Тебе курицу дали. Регина Шигапова. Региночка, привет. Расскажи спустя год после этого отзыва, как у вас дела с этой курицей. Интересно, развели ли вы там хозяйство? Книгу приобрела около недели назад. Прочла и подумала, что все, я это уже знаю. На материальном уровне никаких нет перемен. И ничего не произошло. Потому что деньги у меня и так всегда есть. От своего бизнеса. Но что-то мне не давало покоя. Потому что, как все эфиры, публикации, разбор движения сердца и все творчество Нелли, я внимаю с любовью, благодарностью. И тогда я решила с интересом переписать книгу вручную. Дабы каждое слово запечатлеть в сознании. И как только я закончила писать, еще даже не делала никакую практику, как Нелли разоблачает секту в Черногории, на которую я слегка подсела. Из-за неприятия своего тела я уже была готова на курс по изгнанию сущностей. И уже с ним. И, Боже, Нелли, да ты мне минимум 10 тысяч евро спасла, с которыми я была готова уже распрощаться. Как же я тебе благодарна за твою смелость и честность. Прости, если не всегда получается сделать отзыв или комментарий, но знай, что сердце у меня с тобой. Вот твои перемены. Елена Тимофеева. Елена, привет. Надеюсь, у тебя там бизнес развивается. Привет. У меня тоже отчет. Вчера переслушала твое прочтение книги про деньги. Оказывается, я многое забыла. А утром мне возвращают часть долга 30 тысяч тенге. Для меня это нормальные деньги. Мой шок в шоке. Неожиданно. Спасибо, Нелли. Привет. 24 апреля купил книгу «Деньги». На одном дыхании прочитал. Точно не помню, но, кажется, около года хотел ее купить. Смотрел отзывы, где люди писали, что после прочтения минимум 5 тысяч рублей приходит из ниоткуда. На какие-то желания. Честно говоря, дочитывая, успел подумать, что зря купил. Ну, ведь ничего же нового не узнал. Но когда дошло до последних страниц, где были практические вопросы, и что деньги равно перемены, вопрос о том, что я зря купил, отвалился. И вот я захотел сходить в аквапарк. Опять тысячи-то не пришли. Но я не особо верил, что ко мне так легко придет эта сумма. В итоге в аквапарк сходил на свои деньги. Прошло примерно 7-10 дней. И 2 мая захожу к одному человеку на странице ВК. У него стоит пост ценой слова в 10 тысяч рублей. О том, что он на протяжении определенного времени будет выкладывать посты на своей странице раз в неделю. Как вы уже поняли, цену слова он упустил. Я ему пишу. И он мне скинул 5 тысяч рублей. И сразу, сразу и 5 тысяч рублей скинет в мае, как ему придут деньги. Я только сегодня создал. Блин, книга супер, спасибо. Серега И. Прочла книгу, бегла. Скептически. Но где-то все равно теплилось чувство, что денежка придет. Уснула после прочтения. То есть не выполняла даже никакого задания. Ничего не писала. Проснулась. Открыла телефон. Сообщение от бывшего мужа. Фото с переводом на 65 долларов. Книга работает. Вечером решила посмотреть эфир, где Нелли читает книгу. Получила инсайты. С трепетным чувством пошла спать. Благодарю за книгу. Татьяна. Татьяна, привет. Серега тоже. Мне тоже всегда прилетает 5 тысяч рублей. Непонятно почему, но 5 тысяч по-любому прилетит. Читаю и приходит. Это очень странно. Нелли, спасибо за твою книгу. Каждый раз перечитываю. Каждый раз приходят деньги. Спасибо. Отзыв от Ирины. Иришка, привет. Отзыв от Марианы. Нелли, дорогая, привет. Я хочу поделиться моей радостью. Вчера увидела в сторис у тебя про книгу «Для чего мог деньги» и решила еще раз ее прочитать. Ситуация у меня была финансово очень сложная и явилась в искусственную панику. Как увидела сторис, сразу поняла, надо еще раз прочитать. И как ее прочла, в этот же вечер пришли сразу 15 евро. А сегодня муж продал машину на 7 тысяч евро. Но как можно в это не верить? Как можно вообще мыслить и жить по-другому? Я перестала думать, чтобы приходили новые идеи, и ты мне их сразу дала, как всегда, дорогая. Иришка, огромная моя тебе благодарность за все, что ты мне даешь. Сказать, что я люблю тебя, ничего не сказать. Марианечка, привет, привет, привет. Чтобы вы понимали, эта Мариана, у нее живет в Европе где-то, не помню. То ли в Испании, не в Испании, не помню. И ее муж занимается продажей и покупкой машин. И когда она мне писала отзыв, продажа машин у них стояла, ну, очень долго. Прям застой был, потому что есть не сезон, есть сезон. И вот был не сезон, и машины не продавались. Ну, если учесть, что он ее продал за 7 тысяч, как минимум половину они просто сделали навар. Так, дальше. Прочитала книгу Нелли. Для чего богу деньги? Время было позднее, и пришло сразу же два заказа. Ничего себе, подумала. Класс. А дальше интереснее. Наметил увеличение продаж в три раза и не знал, как это осуществить. Но решил этот момент отпустить и расслабиться, просто наблюдать. Примерно через неделю встретился пост по продвижению товарки в интернете. Пообщался с ребятами. Они оказались профессионалами и решили работать вместе. Во время беседы рассказал, на какую сумму хочу выйти. И через пару дней они прислали планы, четко расписали, как это сделать. Прошло три недели, и уже идет хороший прирост в продажах. Работы очень много. Но какой карти сейчас ощущаю, и сколько нового узнал. Применил, научился. Благодарность открылась совсем с другой стороны. Благодарность открывает в нас ту сказку, про которую совсем забыли. Выводит из рутины в повсеместной. Меняет жизнь с мучений на теплоту. Открытость, искренность и многое другое. Это огромная перемена. А сколько подмечаю перемен. И это дает силы радости благодаря книге «Для чего Богу деньги». Благодарю Нелли за этот дар меняться. Опять окунуться в детство. О состоянии радости полета. Вроде книга-то про деньги, а по итогу это путь к нам с самим настоящим. Александр В. Александр, привет. Чтобы у тебя роз-бизнес приносил тебе удовольствие. Приветствую, Нелли. Вчера еще раз прочитала книгу «Для чего Богу деньги». Нащупала глубину. Увидела много нового. Снова начала читать и магическую таблетку. Вот уже несколько дней я сознаю вдумчиво. И наконец-то я могу это написать. Сегодня пришло 68 тысяч рублей. Я закрыла судебные задолженности на 38 и часть долгов. Счастья нет пределов. Ирина. Дальше отзывов очень много. Можно читать, не перечитать. А мне после прочтения книги подарили мини-холодильник стоимостью 5 490 рублей. Инга. Мне тоже в первый день пришло 5 тысяч рублей. На второй 6. Классно. Пойду еще почитаю. Вообще она не про деньги, а про то, как устроен мир. Люблю все творчество, Нелли. Благодарю тебя. Жду следующую книгу. Алиса. Еще один отзыв. Прочла книгу, но у меня наоборот. Мне скидку сделали на покупку 5 тысяч рублей. Главное замечать. Нелли, привет. Вчера ночью злая села перечитывать третий раз книгу. Почему всем приходят деньги, а мне нет? Я что, лысая? Сегодня пришло, угадай, сколько? 5 500. Ты чем книгу на эту сумму заговорила? Хочу хакнуть перемен на большую. Юля. Юльчик, привет. Надеюсь, у тебя получилось. Всем привет. Хочу оставить отзыв о книге. Как приняла решение купить книгу в течение дня, пришла сумма 20 тысяч рублей. А после прочтения еще 3 500. Нелли, благодарю за книгу. Жду следующие твои произведения. Это гениально. Елена. Ох, Нелли, я смеюсь. Начала книгу читать. Мне пришло 90 тысяч. Я не знаю, как это работает, но стоило мне прочитать еще 3 страницы, и теперь уже мне на карту прилетело еще 30 тысяч. Вот интересно, вы бы еще рассказывали, ну, каким образом, а то что, просто деньги, деньги. Так, кстати, начала, скачала книжку, 490 рублей стоит. Назад пришло в 10 раз больше. Не знаю, за что, но на карту социальную. Пока больше не двигается. Ух, так, давайте я пропущу эти отзывы. Их столько тут много. Пролистаю. Тут страниц 10, наверное. Ну, как вам, вдохновились? Я лично очень сильно, когда перепечатывала отзывы, получила огромное вдохновение творить дальше. Если желаете ознакомиться и с другими отзывами, то читайте их на моем канале Телеграм. Ну, ссылочка, как обычно, на отзывы везде у меня там распространена. Иногда полезно ими вдохновляться, и, как часто это бывает, найти в них ответы на свои вопросы. Бывают люди в отзывах описывают свои ситуации, как они ее прорабатывали, как, ну, получилось реально полезно. Ну, не все, конечно, такие отзывы, но многие. Книгу, по которой написали столько отзывов, вам искать уже не нужно. То, что вы сейчас читаете, ну, я вам читаю, это она и есть. Я просто ее дополнила примерами и добавила дополнительные главы. Итак, почему я пишу про деньги? Ну, не смогла я оставить этот вопрос без внимания, так как в современном мире вопрос денег как никогда актуален. Мы каждый день задумываемся о том, как их заработать, где их взять, как приумножить, сохранить. Мы постоянно мыслями о деньгах, материальном, благополучии этим мы заполняем все свое время и все свои мысли. И, внимание, вот здесь обратите ваше внимание, практически каждый шаг сопровождается в оценивании и измерении наших действий в масштабах денег. Если их не хватает, мы делаем одно, если их хватает, делаем совсем другое. То есть мы шаг оцениваем, есть деньги или нет, понимаете, они из чувств. Если их не хватает, мы делаем одно, если хватает, другое. В зависимости от количества денег в нашем кошельке зависят наши мысли и поступки. Каждое наше действие опирается на деньги, вернее, на их количество или какой-то потенциальный заработок. При этом самое не очень приятное для всех нас автоматически при выполнении действий мы игнорируем опору на чувства. Мы их просто не замечаем. Одни нелицеприятные эмоции и деньги только у нас. Мы забыли о чувствах, опираемся на цифры и испытываем только эмоции. Но чувства бесценны, и именно они имеют прямое воздействие на наш денежный поток. Вся наша реальность, все, что с нами происходит, финансовое благополучие или бездельниче, все зависит от наших чувств, которые являются первоисточником. Да, дело в чувствах, ребят с вами, а не в действиях. Действия формируются уже после того, как мы какие-то чувства имеем с вами, которые наблюдаем. Вы когда-нибудь осознавали, какими чувствами мы создаём и творим этот мир? А есть ли вообще связь между чувствами и деньгами? Как он устроен? Кто мы? Что такое деньги и энергия? Интересно? Тогда всё это вы найдёте здесь, в моей книге. И мы поговорим с вами не только о деньгах, а о том, как их приумножать. Вы войдёте в состояние, в котором будете ощущать лёгкость в совершении действий. Когда всё само собой начинает складываться удачно, в состоянии радости и изобилии. Если вот это вот, что вы прочитаете, осознаете. Здесь также вы осознаете, как сотворять новую реальность под свои желания. И наконец-то уже начнёте выходить из сдерживающих вас рамок шаблонов убеждений, мешающих денежному движению. Глава первая. Реальность. По вере вашей, да будет вам. Для начала давайте разберём, что для нас деньги, реальность, внешний мир, материя, материальная и к тому. Для кого-то это будет новая информация, а для кого-то я и так всё знаю. Будьте внимательны. Ну, денег-то у вас нет, но вы всё знаете. Вы внимательны, смотря на свои шаблоны. Отключайте, пожалуйста, вот это вот «я всё знаю» и впитывайте заново старую информацию по новой или новую информацию. Новая всегда нас расширяет и двигает в рост и даёт опыт, что является нашей основой жизни. Поэтому никогда не говорите «я всё знаю». Вы просто закрываетесь этой информацией, так как всё, что мы знаем, это обычно просто наше суждение, наше мнение о чём-либо, сформированное благодаря нашему опыту в этом, прожитому лично. Но наш опыт — это всего лишь какая-то маленькая сторона медали, очень узкий взгляд на мир. А есть и другие стороны, которые мы игнорируем в силу наших устойчивых убеждений. Лучше говорите так. Я ничего не знаю, но мне интересно познавать новое и рассматривать всё со всех сторон, чтобы новое к нам начало всё-таки приходить. Всегда пробуйте взглянуть на любые привычные вещи с новой стороны, с другой точки обзора. Как дети, которые будут бесконечно рассматривать найденный предмет и даже уже зная, что это такое, всё равно переспросят взрослых «А что это?» Они ждут новых ответов и никогда не останавливаются в познании до тех пор, пока они начинают взрослеть, получать свой опыт, и в них гаснет эта любознательность, а вместе с ней и быстрое развитие. Заметим, да? Тогда и сейчас. Что с нами стало? И всё труднее нам даётся учёба, всё труднее нам становится замечать этот удивительный мир, пропадают чудеса, и жизнь уже идёт в рамках шаблонов по накатанной, по привычной схеме. Наступает рутина, а у многих даже безрадостная жизнь. И мы потом ещё и удивляемся, почему жизнь такая серая, почему столько проблем и нет такого яркого восторга от жизни, как в детстве. Ну, куда пропало, это же аж дожить. А всё просто. Мы перестали удивляться, потому что решили, что всё знаем. Мы привыкли считать, что наш мир — нечто отдельное от нас, а мы в нём как бы не при делах. Или он там отдельно не при делах. То есть я — это я, а у меня свой мир, а люди и окружающие — это отдельно. Я хочу, чтобы мы по-новому взглянули на наше мышление, на нашу реальность и увидели всё в новом свете с новой точкой обзора. Наш мир, наша реальность — это проекция нашего мышления. Сначала работает наш проектор в голове, затем мы видим трансляцию этого кино во внешнем мире. Внешний мир, наша реальность — лишь следствие нашего мышления, следствие, отражающее нашу действительность внутри нас. Всё, что мы наблюдаем вовне — следствие наших мыслей. А мысли сформированы из чувств. Мир не может влиять на нас извне. Мы его создаём сами, наблюдаем, даём ему оценку, название и определяем ход нашей жизни. Внешнее оно предопределено. Мы его не можем изменить, но предопределено нами же, нашими мыслями и чувствами и тем, как бессознательно мы привыкли думать. Если внешнее мы создаём сами, то и в силах его изменить. Мы реально можем влиять на всё вокруг. Мы создаём мир своими желаниями. И каковы наши желания, такое изображение внешней картинки мира мы будем наблюдать. Нравится нам картина мира, события вовне или не нравится? Помните, это наше желание. И нашими желаниями мы это всё создаём. И у нас на это есть выгоды. Именно здесь и сейчас мы это сотворили сами. И поэтому есть на это причина. И это причина внутри нас. А причина эта в том, чтобы без оценки, без сравнений познать себя со всех сторон. Наше тело, которое мы наблюдаем, создано нашим наблюдением. Как мы себя видим и чувствуем, так это тело и формируется. И так нас видят люди вокруг. Если мы находимся в состоянии, где нам не нравится наше тело, действия, поступки, люди также видят в нас неуверенного, некрасивого человека. Но когда, неважно, с каким телом и действиями, мы чувствуем себя прекрасно, комфортно, люди видят в нас красоту, привлекательность и многие другие приятные вещи. Неважно, как мы выглядим, о нас подумает то, что мы думаем о себе сами. И смотря в зеркало, мы видим отражение так, как себя ощущаем. Если мы изначально решили, что мы недостаточно хороши, не уверены в себе, не любим себя, считаем, что нам надо доказывать себе и другим право на существование, что мир несовершенен, соткан из ошибок, то наше отражение в зеркале будет это подтверждать. И мы все время будем убеждаться, что так оно и есть. Все несправедливо, плохо и бесконечно проблемно. Но это мы так решили. Как только мы поймем, насколько мы сами по себе важные, настоящие, красивые, насколько мы уникальны, неповторимы, прекрасны, и мир справедливый и понятный, то и отражение в зеркале мира нам это отразит. И мы опять подтвердим себе эту правду. Наш внешний вид и все, что вокруг нас, определяет наше мышление и никак иначе. Вся материя вокруг нас, начиная с нашего тела, заканчивая всем, что мы наблюдаем, это продукт нашего наблюдения и восприятия. При наблюдении наше чувство уплотняется в плотную форму, через которую мы познаем себя, щупая этот мир всеми органами чувств, являясь частью этого мира. То есть мы щупаем этот мир, испытываем какие-то чувства и узнаем об этих чувствах. То есть мы так себя узнаем, познаем. Чувствуя, мы получаем то, что получаем, разглядываем и даем название, оценку. Так мы узнаем себя, какие мы есть и какое наше творчество. Наше творчество, как творца, как раз и состоит в том, чтобы творить все вокруг, что мы наблюдаем. Наблюдением творим. Наше творчество наблюдать. Наше предназначение творить. Сотворяя наблюдением и наблюдая творение, мы узнаем в себе творца. Узнаем и познаем себя и расширяемся. Суть нашей жизни сводится к познанию себя через наше творение, которое мы вокруг себя видим. Только вот живя в заложниках ума, в своих устойчивых убеждениях, что не мы творцы, а мы рабы, там, судьбы, рока, удачи, ситуации, счастливого случая. Мы не замечаем своего творчества и давно себя потеряли, так как не понимаем, как себя изучать, отделив себя от целого. Поделив все на «я» и другие, на «я» и отдельный мир. Решив, что от нас ничего не зависит, мы видим одни лишь сплошные проблемы, которые пытаемся решить вовне, борясь с виртуальными отражениями самого себя. Так, это уже страница 24, ребят. Я так думаю, что я на этом закончу, и будет настроение. Выйду и буду дальше читать. Книга пока редактируется, еще не вышла. Ждите. А, напишите, как вам начало вступления.